Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, давай без предисловий, просто лепи свой княжеский лайк, не забывай подписываться, нас что-то ждет великолепное в нашей любимой с вами игры. Мы наконец-то дождемся какой-то крутой локации в нашей игре, и возможно эта локация своим каким-то позитивом, своими приколами, своим каким-то невероятным интересом перекроет те негативные качества последнего обновления, о котором я разговаривал в прошлом видосе. Я как обычно вам обещал, то что сейчас выпущу видос, я его выпускаю, я обещаю часто, но выполняю, к сожалению, обещания не так часто, как хотелось бы, потому, ребят, спасибо за поддержку, кто зашел, кто взял лайкусик там поставил, подписался. Ладно, давайте, ребят, все обсудим, есть что обсудить, вроде бы, как бы, хорошие новости, какие-то мои желания разработчики выполнили, но тут все не без ложки дегтя. Сейчас вы видите тут подбор скринов, скажем так, презентацию, да, в этом скрине будущей локации, и я вас попрошу внимательно на все это дело смотреть информацию. Я беру из клуба игроков Castle Clash, они находятся как в ВКонтакте, так и в Телеграме, на Телеграм ищите ссылочку в описании, будете получать новости быстрее, чем у меня они появляются на канале, но, возможно, кому-то интересно именно мое мнение, возможно, именно по этой причине ты тыркнул на этот видос. Давайте сразу отметим позитивный факт, да, если посмотреть, к примеру, на картинку, которую сейчас вы видите, тут у нас нарисованы замки, ребят, замки, замки, замки. И вот посмотрите направо, вот я сейчас тоже бац, и вместе с вами буду направо смотреть. Смотрите фишечку, видите квадратики в правом верхнем углу? Это, скажем так, территории фермы, которые мы будем занимать. То есть меня радует тот факт, что это, по сути, схоже с тем, что мы видели в Castle Clash New Dawn. Я тут вчера или позавчера выпускал видос, показывал, как это выглядит в Castle Clash New Dawn, обратите, пожалуйста, внимание, да. То есть мы будем захватывать территорию вокруг замка, это будут как и простые клетки, которые добывают какие-то ресурсы, так и будут какие-то супер клетки, где там конкретно будет, я не знаю, добывалка камня, еще чего-либо и так далее. То есть у нас появятся новые ресурсы, и они будут относиться именно к этой новой локации. Также мы видим замки, это, предположительно, замки гильдий. И судя по тому, что они выглядят разными, то есть будет прокачка, будет, ребятушки, прокачка всего этого дела. Вряд ли это будет просто разделяться по скринам, или замки будут отличаться и зависеть от уровня гильдий, как бы это в правом нижнем углу. То есть я думаю, что, скорее всего, там будет какая-то прокачка зданий, именно гильдии, да, вот в этой новой локации, в этом открытом мире. И как бы этого даже не было в Castle Clash New Dawn. Если же, ежели вы посмотрите на левую часть экрана, друзья, то вы увидите там ресурсы, которые мы будем добывать. То есть это, как я понимаю, вода, камень и, скажем так, зерно, то есть еда. За эти ресурсы мы будем бороться, и благодаря этим ресурсам, я так понимаю, мы будем развиваться в этой новой локации. Нанимать героев, нанимать юнитов, и все в таком же духе. Единственное, конечно, у меня большущая надежда, чтобы не испортили эту локацию какими-то вынужденными вливаниями самоцветов в нее. Но я не знаю, это IGG, это битва замков. Если в Castle Clash New Dawn, в принципе, мы там спокойно без доната в этой локации играли, да, то есть там, ну, не было ярко выраженного, ярко выраженных обязательных трат самоцветов или каких-то донатных ресурсов, я надеюсь, это будет и в битве замков. Но зная опыт, скажем так, девелоперов именно БЗ, то, что они суют свои жалкие попытки подзаработать абсолютно везде, где нужно и не нужно, то, конечно, этот факт может удручать. Давайте теперь пойдем по пунктам, по информации, которые у нас, ребят, присутствуют. Вот я нахожусь в клубе игроков Castle Clash, и я вам расскажу вообще, что будет схоже с Castle Clash New Dawn в этой локации, а что нет. Так, смотрите, игроки используют главный город гильдии в качестве места рождения и занимают свою землю со своими сагильдитами. То есть, как я вам и рассказывал в предыдущих видосах, да, когда сравнивал это все дело с Castle Clash New Dawn, мы там тоже захватывали землю вокруг замка поначалу, потом мы уже захватывали землю, которая приносит больше выгоды, да, и там появлялись вокруг замка, грубо говоря, пустые какие-то места, и опять же, у каждого игрока в Castle Clash New Dawn была возможность захватить только определенное количество клеток. Я не помню, это зависело от прокачки или нет, то есть ты не можешь бесконечно брать там и все захватывать. То есть у тебя заканчиваются слоты, и ты должен выбирать. Так, ну, допустим, мне держать эту клетку невыгодно, я оттуда выведу, скажем так, войска, выберу оттуда флаг и захвачу более выгодную клетку, которая приносит больше ресурсов. Идем дальше. Смотрите. Захватывают другие замки гильдии. Вот этот вот очень интересный пункт. Этого не было в Castle Clash New Dawn. В Castle Clash New Dawn ты мог полностью трахнуть другую гильдию. То есть если гильдия была слабее вашей, то вы могли взять и просто окружить вражеский замок, и они бы не могли никуда сунуться и отвоевать какие-то клетки вокруг, и, соответственно, завоевывать новые клетки. Да, была возможность полностью при желании окружить этот замок. Это, конечно, не самая выгодная вещь в целом, но ради увеличения размера своей письки, письки всех сагильдийцев, это, в принципе, можно было делать. И как бы повышать чувство собственного достоинства и достоинства своей гильдии. А тут же... Но! В Castle Clash New Dawn нельзя было захватывать чужие замки. То есть это как бы под запретом было. Ты ничего с чужим замком сделать не мог. Но здесь, смотрите, черному по белому написано, что занимают город и получают... Смотрите, захватывают другие замки гильдий, занимают город и получают больше ресурсов и преимуществ. То есть, как мне кажется, это интереснее. Это будет более жестко рубилово, и надо будет держать оборону. В конечном счете, это цель захватить имперский город в центре карты. Вот этой фигни тоже не было в Castle Clash New Dawn. В Castle Clash New Dawn была большущая карта, причем она была поделена там на какую-то зимнюю часть, пустынную часть, там какая-то простая часть. То есть, ну, там разная, грубо говоря, погода была. Вот. И в разных частях карты было разное количество каких-то нужных клеток, да, с каким-то большим левелом ресурса добычи. И потому мы, к примеру, перемещали свой замок там в другую часть карты, где было более выгоднее находиться. Опять же, опять же, ребята, здесь есть какая-то цель захватить самый имперский какой-то город в центре карты. Там тоже в центре карты была какая-то движуха, там были супер-монстры, которых нужно, ну, которых было трудно вырубить, но такого, что там какой-то имперский город, конечная цель, такого никогда не было. Победить в сезоне и выиграть награду имперского города. Но тут, конечно, очень много вопросов, и они касаются того, что, ну, я считаю, ребят, я не знаю, вы можете со мной не согласиться, но вот эта вот система в битве замков, которую они ввели сезоны, она вот прям реально, вот без мата не скажешь, она вымораживает. То есть, посмотрим на линию обороны, посмотрим там, не знаю, на этот фонтан желания, ну, хотя, ладно, фонтан желания, это просто, типа, бесплатная раздача ресурсов, но очень много локаций, у них сейчас модно делать, что они разбивают это на сезоны, причем этих локаций целая куча, и такое чувство зачастую появляется, что разработчики сами забывают про их существование. Где линия обороны? Когда она была закрыта? Когда она нахер откроется? А нам нужны ресурсы с этой линии обороны? Пускай плевать, линия обороны полное говно, и превратилась в локацию, которую мы просто тупо фармим ради, ну, просто ради, скажем так, этих значков прокачки титула, да? Но они забыли, и нету никакой информации, сколько, через сколько эта линия обороны откроется, когда что будет, когда не будет. Понимаете, в чем проблема? И как бы, и вот эту вот, казалось бы, локацию, то есть в Castle Clash New Dawn там не было никаких сезонов, рубись хоть каждый день, дрочи нахлобучивый противника, вот, сади его на свои бутылки, да? Все нормально. Здесь они вводят тоже эти сезоны, и я не исключаю того факта, что они снова будут делать все это через задницу. Ну, по крайней мере, я не понимаю, почему в линии обороны нету какого-то строгого кулдауна. Она открывается по настроению разработчиков, когда какой-то мудак где-нибудь там в Тайване такой, о, ептвою, мышь, мышь, бля, это, линию обороны надо открыть, а другой мудак такой, ну, не, не открывай, если мы откроем линию обороны, тогда они не будут донатить на очки прокачки титула. Вот, пускай будет закрыто, пускай лучше донатят, они зарабатывают на локации, понимаешь, бля? Вот, вот, вот во что это может вылиться. Вот мои страхи, и вот одна, наверное, из самых главных ложек дегтя в предстоящей новой локации. Единственное, что хотелось бы, конечно, отметить, что у них заложена механика, что тебе нужно выиграть сезон и захватить этот имперский город, я предполагаю удержать, и какая-то в конце сезона будет большая крутая награда. Ну, окей. Возможно, это правильно. Возможно, я просто перебарщиваю, но с другой стороны, тогда, если есть сезоны, ну, пожалуйста, делайте, чтобы кулдаун между этими сезонами был реально маленький. Идем дальше. Время сезона. Это событие является сезонной системой. Весь сезон делится на три этапа. Этап регистрации, этап соревнования, этап кулдауна. Регистрация длится в течение трех дней после начала события. Три дня регистрации. Блин, это серьезно. Вот. Гильдию могут... Так, гильдии могут зарегистрироваться для участия в событии. Весь сезон длится 14 дней. Ну, полмесяца. Ну, нормально. Игроки могут участвовать в этом мероприятии на этом этапе. Три дня регистрации, потом 14 дней сезон. Ну, полмесяца, в принципе, да, как бы можно наиграться. Этап кулдаун. На этом этапе игроки не могут войти в события. Они могут только просматривать таблицу лидеров и получать награды. Окей, этап кулдауна. Но, смотри, по поводу кулдауна, опять же, ничего неизвестно. Я надеюсь, хотя бы кулдаун не будет больше, чем сами эти 14 дней этого сезона. Я надеюсь, что вообще кулдаун будет не больше, чем 7 дней. Потому что, ну, камон. Более-менее интересную локацию добавляют. И если они, конечно, отморозятся с кулдауном, будет реально обидно. А еще будет обиднее, если они, знаете, как очень часто в битве замков бывает, что начинают начали за здравие, закончили за упокой. Ладно. Условия участия. Участие лидеры гильдии должны зарегистрироваться. А количество участников гильдии должно быть не менее 5. Состав. После регистрации можно выбрать 30 героев для участия в мероприятии. Ну, по крайней мере, уже хотя бы они пытаются оправдать огромнейшее количество героев, которые у нас есть. После сохранения нельзя поменять, взять другого героя в начатом сезоне. В этом событии вступает в силу все содержание атрибутов героя. То есть, я так понимаю, тебе надо, наверное, собрать героев правильно, 30 штук, ты их заявляешь на участие, и, как я понимаю, наверное, эти атрибуты, все бонусы от питомцев, от руны и прочей херни, они сохранятся. А дальше ты там уже дрочи как хочешь, можешь по 5 раз менять. Ну, я так это понимаю. Правила, вражеские гильзии будут подбираться на основе, так, на основе с боевой мощью гильзию. Гильдия активности игрока. Слушай, ну, типа, окей, вражеские гильзии будут подбираться. Слушай, а как это будет? Там еще, типа, карта будет, и там по 5 гильзий, что ли, на карте будет? Хотелось бы большой и общий мир. Вот что хотелось бы. Ну, понятное дело, что, к примеру, я нахожусь в хулиганах, нам будут подбирать гильдию, там, монарх, и вот это вот все. Как бы это правильно, но хотелось бы вообще какое-то большое количество. Ну, то есть, в Кэстл Клэш Нью Даун, ну, если я не ошибаюсь, ну, там просто на одной карте все гильдии, и там большое месиво. Да, расстояния там невероятно большие, там можно до друга идти несколько дней, но тем не менее, если тут сделать, что просто там четыре гильдии будут ковыряться между друг другом, ну, как бы тоже такое. Так, на информационной карте есть два ресурса, еда и родниковая вода, которые используются для восстановления павших героев. Ну, то же самое было, скажем так, в Кэстл Клэш Нью Даун, но когда там у тебя герои падают, тебе нужно было просто ждать кулдаун, пока они восстановятся, а вот кулдаун уже зависел там от твоей прокачки, прокачки чего-то там и так далее. Снаружи на карту богатство ресурсов становится все выше и выше, поэтому занятие центральной области имеет наибольшее преимущество. Ну, как и в Кэстл Клэш Нью Даун, в центре там самые большие левелы клеток по производству ресурсов. Информация о городе. Каждый альянс соответствует городу рождения. Система случайным образом разместит его в самой внешней области, карты. В то же время на карте есть много малых и больших городов. Если после битвы прочность города уменьшается до нуля, он может быть занят. Занятые города можно увеличить лимит ресурсов игрока. То есть, будут еще какие-то маленькие города. Этого в Кэстл Клэш Нью Даун не было. Ты там мог напасть на, к примеру, там, на ферму там, еды, на ферму золота и так далее. После смены владельца города и участка время освобождения сработает. Вы не сможете атаковать снова во время освобождения. Вы не можете дождаться окончания времени освобождения, прежде чем сможете атаковать. Все главные города гильдии не могут быть атакованы. А, ну здесь, как и в Кэстл Клэш Нью Даун, то есть, то есть, главный город не может быть атакован, но вот города все по пути, они уже могут быть атакованы. Да, тут все-таки немножко другая система. Они тут подчистую все не скопировались с Кэстл Клэш Нью Даун. То есть, да, ну как бы самый главный замок остается, его тронуть невозможно. В центре карты есть только один имперский город. Это последнее поле битвы. После захвата имперского города точки имперского города будут генерироваться в единицах часов. Первый альянс получит награду имперского города только для игроков, зарегистрированных в лиге. Ну, то есть, те, кто участвуют, да, в бои. Бои. По умолчанию каждый игрок имеет три команды. Каждая армия может сыграть только шесть героев, а оставшихся героев можно использовать потом. К этому событию был добавлен характер... Ну, то есть, по шесть героев, как обычно, да, будем биться, и то есть, снова эти проблемы, да, там, неубиваемые герои, вот это вот все, как мы любим. А оставшихся героев можно использовать потом. К этому событию был добавлен характерный для героя атрибут Хероустамина. Ну, то же самое было, скажем так, и в Кэтсл Клэш не удал, если не ошибаюсь. Ты там бесконечно бегать и с ума сходить не можешь. А начальное значение по умолчанию верхний предел стоит. Экспедиции сражения марша и защита будет поглощать физическую силу героя. Физическая сила героя будет влиять на здоровье героя и атаковать после вступления в бой. Чем ниже физическая сила, тем больше ослабляет способность героя. Только когда войска окажутся в вашем собственном городе, вы сможете восстановить героическую силу. Войска игрока могут стартовать только из... А, слушай, интересно, именно твой собственный город или ты, как бы, можешь перекантоваться в городе, который захватился гильдеец? Тоже вот, как бы, вопрос. Войска игрока могут стартовать только из города и прилегающие территории должны быть смежными, с оккупированными территориями для марша. Маршу требуется фактическое время для продвижения войск, а продолжительность зависит от пройденного расстояния. Слушайте, ну, ничего плохого. Я вообще изначально думал, что будет очень много минусов, которые сразу выходят наружу, да, типа, ложка дегтя. Ну, пока что такой один из самых серьезных, это именно непонятный кулдаун. Ну, ладно, то есть, то, что будет сезон, это понятно, это оправдано, нужно захватить центральный город, да, и все получат там за сезон награду. С этим понятно, то есть, ну, как бы, с этим, ладно, с этим понятно, ребята. И это можно оправдать хорошо, это, наверное, правильно. Но это не так, как в Castle Clash New Dawn. Может быть, это интереснее, а может быть, это хуже. Ну, то есть, увидим уже, когда обновление выйдет. Второй момент заключается в том, что кулдаун, вопрос по поводу кулдауна, друзья, сколько он будет длиться, и это, конечно же, может оказаться большим минусом. Вот, и третий вопрос заключается в том, что, насколько эта локация будет направлена в сторону каких-то там невероятных новых донатных ресурсов, ну, насколько она будет завязана на донате. То есть, понятное дело, что, как бы, так и так все локации завязаны на донате, потому что, чтобы тебе выигрывать, тебе нужно сильного героя, покупать камни пламени, вот это вот все, но они же могут еще сверху там допилить. Хочешь там, блять, бесконечно ходить своими героями по всей карте там, давай за 100, за 500 самоцветов ходи, и еще, и типа, и тогда получится гильдия выиграет та, у которой больше всего людей, которые могут себе позволить тратить самоцветы на эти какие-то проходы, на отмену кулдауна между там, не знаю, оживлением героя и прочим. Ну, то есть, как бы, очень много вопросов, и единственная надежда заключается в том, чтобы просто они какими-то неприятными мелочами не запороли эту локацию, потому что надежда реально большая, пока что все позитивно, и, наверное, также можно к плюсу отнести то, что они не скопировали все нахер подчистую с Castle Clash New Dawn. Конечно, у нас тут есть скрины, и вот вы видите, ребят, эти скрины, вот, мне интересно, как это будет выглядеть, конечно, в реале в игре, потому что, к примеру, движок у Castle Clash не самый новый, мягко скажем, и, как бы, обычно вот такие вот открытые карты, они присутствуют в играх, у которых движки игровые, да, на чем игра пишется намного моложе, чем наш. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо, по крайней мере, знаете, я чувствую воодушевление, хотя такое же воодушевление я чувствовал перед введением линии обороны, и сами знаете, во что это воодушевление потом превратилось, но сейчас я надеюсь, что все будет хорошо, и у нас появится какой-то новый интерес играть в эту игру, запускать стримы, ругаться, воевать между гильдиями, выяснять отношения, наводить движуху, объединяться, и все в таком же духе. Вам, ребятушки, пожелаю огромнейшей удачи, обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу предстоящего обновления, которое скоро выйдет уже непосредственно на русском сервере, ну и самое главное, что вы думаете по поводу предстоящей новой локации, будете ли вы там участвовать, и эта локация со знаком плюс или со знаком минус, но по крайней мере у меня вот воодушевление есть в этом плане, если хотя бы они ее не запорят и не обосрут своим поносом из Тайваня, вот, то введение этой локации перекроет все негативные эффекты, которые присутствуют в этом обновлении. Это два новых героя, новый талант, новый суперперитомец, вот это вот все, как мы любим. Мне будет на эти вещи абсолютно плевать, есть новая локация, на которой захочется биться. Вам пожелаю огромнейшей удачи, всех целую в попу, все... Берегите себя, мойте руки, лишний раз на улицу не выходите, удачи, ребят.